Доброе утро, друзья! С вами снова Недетские игры и я, Агата Старикова. Впереди вас ждет полчаса увлекательных историй и удивительных открытий прошедшей недели. Итак, обо всем по порядку. Наглядная история елочных игрушек. Новогодняя выставка открылась в торговом центре галереи Нинска. Приятного аппетита! Новый сногсшибательный и умопомрачительный рецепт от наших поваров. Что слушать этой осенью? Новая подборка от юных меломанов. Чем живет восходящая звезда Даниэль Ястремский? Эксклюзивное интервью с участником грядущего Евровидения. Что на этот раз? Ведущие снова бросают дерзкий вызов друг другу. Не знаешь, чем заняться? Лучшее событие предстоящей недели в постоянной рубрике Афиша. А вы знаете, как отмечают Новый год в Руанде? А какими игрушками американцы украшали хвойную красавицу в 19 веке? Все ответы на выставки елочных игрушек. Экспозиция развернулась в торговом центре галереи Минск. Наш корреспондент Катя Ефимович прогулялась по волшебному музею. 78 дней. Именно столько нам осталось ждать. Нового 2019 года. Подарки от Деда Мороза, килограммы мандарин. И, конечно же, нарядная красавица елка. Привычная для нас атрибуты праздника. До Нового года еще далеко. Но отсчет дней до главного зимнего праздника уже запущен. По крайней мере здесь. На выставке елочных игрушек. Ну что, давайте посмотрим. Экспозиция встречает пушистыми еловыми лапками и тысячами новогодних украшений. Из фарфора и стекла, дерева и ткани, шерсти ламы и даже бананового листа. Прямо глаза разбегаются. В поисках всей этой красоты коллекционер и создатель музея Андрей Бегун объехал полмир. Здесь можно увидеть, как отмечают Новый год во Франции и Австрии, Италии и Чехии, Новой Зеландии и Австралии. Какая интересная коллекция. Откуда она у вас появилась? Я ее собирал всю жизнь. Самые первые игрушки у меня появились, естественно, с бабушкиного чердака. А потом я много путешествовал, посетил практически 70 стран. И с каждой страны я привел какую-то игрушку. Так и образовался наш музей елочных игрушек. Первая витрина справа от входа сперва кажется совсем неприметной. Совершенно обычные елочные игрушки, причем не разноцветные. Но оказывается, это самые старинные экспонаты выставки. Они были созданы в Германии в конце 19-го, начале 20-го века. А из чего делались эти игрушки? Это стеклянные елочные игрушки. На самом деле, до середины 19-го века на елки вешали яблоки и конфеты. Однако в Германии случился не урожай яблочек. И вот немецкие стеклодувы, чтобы каким-то образом спасти для людей праздник, и придумали такие вот рода стеклянные елочные игрушки. В противоположность экспонатам прошлого, экспозиции современных и весьма дорогих игрушек из Польши. Хотя они скорее похожи на яйца по бирже. А чем же уникальны эти шары? Здесь у нас представлена буквально жемчужина нашей коллекции. Копии шаров, подаренных папе римскому Иоанну Павлу II, и занесенных в Книгу рекордов Гиннесса, как самые большие шары, которые может выдать человек. А также здесь представлен шар великан Свенского бала, конец 19-го, начало 20-го века. Пожалуй, самые необычные экспонаты, которые я увидела, деревянные маски из Африки. Кажется, будто они наблюдают за посетителем. А вот глядя на эти украшения, я сразу догадалась, где они сделаны. Там, где Новый год первым наступает на нашей планете, в Австралии. Кстати, отмечают праздник летом. Здесь представлено очень много эндемиков. То есть, те животные, которые проживают только на территории Австралии. Можем еще здесь видеть вомбата, утконоса и кенгуру. Конечно же, кенгуру. Всего в коллекции несколько тысяч экспонатов. А дополняет праздничную атмосферу новогодний городок, который по нажатию кнопки буквально оживает. Еще одна особенность музея – возможность своими руками расписать новогоднюю игрушку. С чего мы будем начинать? Мы возьмем нашу игрушку. Она у нас еще не расписанная, не яркая, поэтому мы будем делать ее красивой. Для этого нам нужна кисточка, стаканчик с водой и акриловые краски. В течение получаса мы аккуратно наносили краску на гипсовую заготовку. И белая безликая фигурка превратилась вуаля котика. Если же заниматься творчеством совсем неохота, а уходить с пустыми руками не хочется, прямо на выставке можно приобрести уже готовую елочную игрушку. Посетить выставку елочных игрушек и познакомиться с традициями празднуя Нового года разных народов мира можно до 13 января 2015 года. Музей работает на пятом этаже торгового центра «Галерея Минск». С 10 утра до 22 часов вечера. Музей. Что делать, если родителей нет дома, а желудок настойчиво требует подкрепления? Учиться готовить. Легкие рецепты из простых продуктов. С нами вы точно не останетесь голодными. Музей. Всем привет, привет! Сидим в гостях, у меня два прекрасных, два прекрасных человечка. Это... Егор. И... Лиза. Лиза. Ребят, сегодня мы с вами будем готовить... Что вы, как вы думаете? Пирог. Пирог. Хорошо, близко? Что-нибудь из теста. Правильно. На самом деле это слоеное дрожжевое тесто. И сегодня мы будем делать блюдо французской кухни. Круассаны. Так что вперед, ребят, можете по очереди раскатывать свои круассаны. Давай. Лиз, не стесняйся. Это буква, не бойся ее. А... Давай, давай, бери. Скалочка. Преугольничек один. Приколенько. Да. Потом треугольничек второй. У нас будет два маленьких, один большой круассанчик. Так, ну давай, помнишь, да? Смотри. Берем, натягиваем, вот так подтягиваем. И начинаем скручивать. Натягиваем, скручиваем, так вот, подтягиваем, не боимся. Вот так вот вообще. Смотрите, какой мусе пусенький получился. Ну, хорошенький. Так, ну что, раскатывай теперь ты свое тесто. Не бойся, смотри, вот это мука, мука. Надо всегда муку обязательно, а так оно у тебя пристанет к столу. Давай. Его надо как-нибудь скручивать. Да, да, его скручивать вообще вот так вот надо полумесяца. Вот он у тебя получился уже такой пошире, который, да, скручивай обязательно. Ну как, вообще, сам процесс впечатляет. Да, очень. Ровненько, ровненько ставь. Все, разочек, и все, хватит. Молодец. Здесь запекла хлеб, очень любила печь хлеб. Правда, я добавляла туда свой секретный ингредиент, который назывался паприка. Кукурма и паприка. И как, нравится? Я считала, что это очень круто. Я просто доставалась, я всегда не умела еще читать. Доставалась бабушке у меня даже шкафа, можно сказать. Любые просто специи. Я не знала, что это за специи и как они называются. И поэтому просто давала, брала каждую специю подряд и добавляла ее. Смотрите, у меня есть такой сахарный сиропчик. Куда мой мини-красанчик? Ну вот так вот. Ложи сюда, ложи. Распределяйте их чуть-чуть шире, они потом поднимутся у нас. И каждый из вас, кто захочет, может посыпать вот эту вафельную крошку. Свой красанчик. Это цукат, это семечки. Ну что, окей. Ставим расстояться в теплое место. Ну что, ребят, наши круассанчики подошли. Я разогрел духовку до 200 градусов, 180-200. И мы их будем выпекать 10-15 минут. Поэтому я их забрасываю. И наше счастье нам улыбнется через 10 минут. Представляете, как они уже поднимаются? Круто, они же большие стали. Милые. Когда мы их делали, они были маленькими, беззащитными красанчиками. А когда я посмотрел в эту духовку, они стали большими, сочными, красивыми красанами. Так, ну что, доставим наши круассанчики. Какие красивые. О, это есть такие названцветные. Найди свой мини-круассанчик. Это тебе. Это опять тебе. Сейчас я буду украшать. Держи. Спасибо. Все, что ты делал. Все, теперь вы можете украшать мятой. И поливать соусом ваши круассаны. Ребята, ну как нам вообще понравилось? Ну просто, согласитесь. Да. Егор, ну дома, ради с ним психанешь, сделаешь такое? Нет. А почему? Я все равно боюсь. Ясно. Ребят, все, готовьтесь с нами. С вами была Лиза, Егор, Александр, Петриман. До новых встреч. Время музыки. Пять лучших клипов от наших экспертов прямо сейчас в программе. Всем привет. С вами Карина Сухинина. Я сделала для вас потрясающую музыкальную подборку. С ней можно потанцевать и погрустить, и погулять по городу. В общем, на любой вкус и настроение. Топ-5 лучших клипов в следующие несколько минут. Пускай горит огонь души, поет Мария Могильная. Мелодичная и позитивная композиция на пятой строчке нашего чарта. Давайте послушаем. Души так хочется светла. Приможих и ласковых нот. Следующий трек учит нас улыбаться, несмотря ни на что. Разбавим осень яркими красками. Немного летнего настроения от Артема с Короля. И четвертое место. Пятерка веселых дичат с зажигательной композицией однажды. То ли оптимизм артисток, то ли их творческие начала помогли группе подобраться к третьей позиции. Вашими стараниями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А под эту композицию на месте устоять сложно. Хит «Наука» на втором месте. Летнее настроение от Анны Калюжиной. Я знаю точно, что не умру от скуки. И не скучаю все подруги и друзья. И день и ночь, день и ночь я грызу на уху. Или наука грызет меня. Или наука грызет меня. Или наука грызет меня. На этот раз заслуженное первое место получает чувственное Хелена Мирай. Песни о любви должны звучать от начала до конца. Словно комета сиять в космосе где-то там, Где хорошо мои мечты. Эту планету поменяем. Свою любовью мы. Пусть мои победы называют именем твоим. А я повзрослею, но не сегодня. И не жалею, нет ни о чем я. Музыка лечит, и я свободна. Я ливень пустыннее. Самая сильная. Самая смелая. Мечта твоя. Я словно комета сиять в космосе где-то там, Где хорошо мои мечты. Я словно комета сиять в космосе где-то там, Где хорошо мои мечты. Я словно комета сиять в космосе где-то там, Что ж, друзья, в завершении музыкальной рубрики спешу напомнить, Что на ход чарта можете влиять и вы. Голосуйте за лучший клип у нас на сайте И наслаждайтесь музыкальной подборкой в следующем выпуске. Уже во второй раз наша столица примет международный музыкальный конкурс Детское Евровидение. 25 ноября Минск-Арена соберет исполнителей из 20 стран. Беларусь представит восходящая звезда Даниэль Естремский С композицией «Тайм». О подготовке к континентальному состязанию, О творческой и повседневной жизни артиста В постоянной рубрике «Недетский взгляд». Я родился в Америке в городе Тунзнать. У меня есть мама, папа, брат и два питомца. Расскажи о своих животных. У меня есть собачка и кошка. Собаку зовут Алиса, а кошку – Адель. Кто привил тебе любовь к музыке? Это была моя мама, потому что она меня отправила в музыкальную школу. И дальше я занимался вокалом. Когда ты узнал, что будешь представлять Беларусь на детском Евровидинге, какие были твои эмоции? Если честно, я был в шоке. У меня были огромные эмоции, можно так выразиться. И когда я пел, я был просто очень сильно расслаблен в третий раз. И я переживал все сразу. Как ты оцениваешь свои шансы? Я думаю, сейчас мы как раз работаем над нашим номером. Также немножко видоизменили песню. И думаю, что у нас все получится. Ты сейчас готовишь песню на Евровидинге. Кто ее написал? Мою песню написал Кирилл Гут и Роман Колодко. И это все произошло очень неожиданно, так как мой педагог Ольга Дроздова предложила такую идею – поехать на Евровидинге. И я согласился, так как я видел подготовку Хелены Мирай и Руслана Асланова. Меня это очень вдохновило. Я следил, получается, три года за ними. Последний финалист – это был Хелена Мирай. Меня очень вдохновила ее подготовка, и я захотел то же самое сделать. Какие советы ты можешь дать будущим звездам? Я думаю, что самое главное – это работать и никогда не останавливаться на своих достижениях. Было ли тебе сложно добиваться этих успехов? Я думаю, да, потому что это большие годы работы. Все время надо совершенствоваться, ездить на какие-то конкурсы, показывать себя и тренироваться. Боялся ли ты когда-нибудь сцены? С самого начала, как только я начал заниматься вокалом, я очень переживал выходить на сцену. И я все еще помню свое первое выступление. Это было в 9 лет. Я вышел на сцену, и меня прям колотило, так как я очень сильно переживал. Сколько нужно заниматься, чтобы достичь таких успехов? Я считаю, что каждый по-разному может заниматься. То есть у кого-то есть талант, и он может за два года научиться профессионально этим заниматься. А сколько занимался ты? Я занимаюсь уже на протяжении пяти лет, и также я закончил музыкальную школу. Я занимался там тоже семь лет, так что можно сказать, что я умею играть на бортепиано. Чем бы ты хотел стать в будущем? Я думаю, что я буду связывать свою жизнь с творчеством, так как меня тянет в эту среду. И я думаю, что я стану артистом. В каком жанре ты хочешь работать дальше? Я думаю, что это будет поп-жанр, современный, так как в этом жанре работают очень много исполнителей. Мне очень нравится он. Я слушаю также зарубежных исполнителей. Это Бруно Марс, Викинг. Также некоторые рэп-исполнители. И меня это очень вдохновляет. Была ли у тебя мечта в детстве стать популярной? Я думаю, да, так как это у всех такая мечта была. Но сейчас я не думаю, что это главное. Главное это просто гордиться собой и чтобы гордились тобой, например, твоя семья, папа, мама. Так как ради этого мы все делаем. Скажи, а кто твой кумир? Я думаю, из российской эстрады это Дима Билан, Сергей Лазарев. Вот так. Ты бы хотел быть на них похожим? Я думаю, что я хочу быть самим собой. Чем ты любишь заниматься в свободное время? В свободное время я очень люблю играть в баскетбол с друзьями. Также очень люблю смотреть фильмы. Я киноман. Какой твой любимый фильм? Я вообще люблю очень много фильмов, но мой любимый фильм это Интерстеллар, так как я очень люблю фильмы про космос. Как ты совмещаешь учебу и вокал одновременно? Если честно, я не знаю, но у меня есть четкое расписание. И сначала я иду в школу, а потом выполняю свои другие дела. Занимаюсь музыкой, хожу на хореографию и также иногда даю интервью. Много ли у тебя друзей? Я думаю, да, но в последнее время я начал общаться только с друзьями из студии. И я думаю, что у меня их достаточно. Как ты относишься к зависти? Я думаю, что это плохое чувство. И я тоже иногда завидую, но пытаюсь это перестать делать. Что такое для тебя настоящая дружба? Я думаю, это взаимоподдержка. И когда человек тебя понимает, ты всегда можешь тебе помочь и довериться. А ты считаешь, что ты хороший друг? Я думаю, да. Ты общаешься только с артистами или еще с другими детьми? В последнее время я начал общаться только с творческими людьми, так как не есть о чем с ними поговорить. И я чувствую в своем кругу. Почувствуй себя критиком со стороны. Расскажи о себе что-нибудь плохое. Как я сказала, иногда я завидую, и это плохое чувство. Думаю, что у меня низкая самооценка, так как мне многие об этом говорили. И иногда я не способен к работе. Как ты относишься сам к критике? Если это критика конструктивная, то есть мне могут объяснить, в чем моя ошибка, я воспринимаю это хорошо, так как это может научить меня чему-то другому. Например, если мне сказали, в чем моя проблема в выступлении, я это запомню и буду пытаться исправлять эти ошибки. Но если это такая критика, что просто у тебя ничего не получится, и у тебя ужасное выступление, то я пытаюсь не думать об этом. Спасибо, что уделил нам немножко времени. Мы будем за тебя обязательно болеть. Я желаю тебе удачи. Спасибо большое. То смелее проверяем не на словах, а на деле. Новое испытание для наших ведущих в постоянной рубрике «Челлендж-Зона». Всем привет! С вами и Детские игры! И сегодня мы будем проводить два замечательных челленджа. С вами я, Мариана. И я, Катя. Ну что, Катя, поехали? Поехали! Ребята, наш челлендж заключается в том, что мы должны попить сока. Но не просто попить, а еще до него надо добраться. А давай на перегонки. Давай! Я была первая! Ну, это только сегодня. В следующий раз я тебе буду заказывать задания. С вами были Недетские игры. И я, Мариана. И я, Катя. Пока! Настало время афиши. И я с удовольствием передаю слово Даше Уз. Привет, друзья! У меня всего несколько минут, чтобы рассказать вам о самых стоящих событиях следующей недели. Предлагаю начать строить планы прямо сейчас. Начнем с кино. Октябрь радует нас премьерами. Захватывающие приключения ждут нас в мультфильме «Пришельцы в доме». Луис – одинокий юноша. У него нет товарищей, а родители будто не замечают сына. Единственное его увлечение – уфология. Каково же удивление мальчика, когда он узнает, что инопланетяне существуют. И они еще поразительнее, чем он представлял. Подружатся ли чудные гости с Луисом? Узнаем после просмотра. Не подходи, или мы тебя у кокошить? Нет, не надо! А что такое кокошить? Героя следующего фильма тоже зовут Луис. Но он встречается со странностями уже другого толка. Что-то магическое происходит в загадочном особняке. Будет ли разгадана тайна дома с часами? Ответ можно узнать до 17 октября. Дальше в нашем спуске. Театр в грядущую субботу на сцене музыкального покажет постановку «Буратино-бай». Всем известная история в современной обработке, да еще и с песнями. Не пропустите, в следующий раз спектакль сыграют лишь через месяц. А на следующий день, в воскресенье, на этой же сцене очаровательная Мэри Поппинс. Она умеет летать, понимает животных и разговаривает со статуями. И, конечно, прекрасно ладит с детьми. Вот только взрослые это понимают не сразу. Но чудесной гувернантке посели и эти проблемы. Кстати, вы не забыли, что сегодня День Матери? Уже поздравили своих любимых? К этому празднику в Минске открылась выставка. Кроме всяких товаров, это по части взрослых. Там разместили множество интерактивных площадок для детей. Успейте посетить! Выставка работает до 15 октября в комплексе «Белэкспо». Это все, что я успела рассказать. Еще больше интересных событий в предстоящей неделе вы можете узнать у нашего инфопартнера портала о городской жизни «Релакс Бай». На сегодня все. Надеюсь, мы зарядили вас энергией на целую неделю. Впереди у нашей команды 7 дней, чтобы подготовиться к очередной встрече с вами, друзья. О лучших событиях столицы, предстоящих и прошедших мы расскажем вам уже в следующее воскресенье. Кстати, следить за недетскими играми вы можете в соцсетях. Подписывайтесь на наши аккаунты в Фейсбуке и Инстаграме. А также смотрите выпуски на сайте. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!